Футболистов высокого уровня с каждым годом становится меньше Футболистов высокого уровня с каждым годом становится меньше Владимир Леонченко о причинах поражения отечественных команд 2. Газета «Коммерсант» номер 233 от 18 декабря 2019 года, строение 12 Своей точкой зрения по поводу провала российских клубов в Еврокубках и способов поднять их конкурентноспособность с корреспондентом «Твердый знак» Алексеем Доспеховым поделился исполнительный директор профсоюза футболистов и тренеров России, известный в прошлом полузащитник Владимир Леонченко Давайте сразу определимся, то, что случилось с российскими клубами в этой Еврокубковой кампании, это в большей степени случайность, стечение обстоятельств или закономерность Конечно, закономерность Если мы возьмем отрезок в 8-10 лет, то увидим, что результаты наших клубов в Лиге Чемпионов, а именно по этому турниру надо все-таки измерять российский уровень, постоянно снижаются В 2011 году последний раз сразу два клуба, ЦСКА и Зенит, вышли в плей-офф главного Еврокубка В 2013 и 2015 Зенит снова туда прорывался Причем каждый раз наши клубы вылетали на стадии 1-8 финала После этого 4 года в плей-офф никто не выходил И, откровенно говоря, безусловных предпосылок к тому, что в нынешнем сезоне случится прорыв, не было Факт, что российские клубы не в состоянии в полной мере конкурировать с лучшими европейскими То есть это не связано с конкретными проблемами, ошибками Зенита и Локомотива в нынешнем розыгрыше Это общая тенденция Россию в Лиге Чемпионов ранее представляли и другие клубы, Спартак и ЦСКА Но итог все время был одним и тем же Тогда в чем причины спада? Самое очевидное, в уровне национального чемпионата и качестве игроков Скажем, и у Зенита, и ЦСКА 8 лет назад составы были сильнее сегодняшних Это касается как российских, так и зарубежных игроков И с такой проблемой сталкивается вся российская премьер-лига Классных иностранных футболистов покупать все труднее по причинам финансовым Из-за роста цен на рынке Своих футболистов, готовых играть на высоком уровне С каждым годом становится все меньше и меньше Насчет второго тезиса, мне кажется, далеко не все согласятся Посмотрим, какой спрос на наших футболистов за границей Много ли хороших предложений на них от сильных клубов? После чемпионата мира, такого удачного для сборной России, уехал один Александр Головин И то, в Монако, клуб, принадлежащий российскому бизнесмену Известно, что к Алексею Миранчуку есть интерес со стороны итальянских грандов Возможно, на него есть спрос Но кого, кроме Миранчука, из молодых игроков, уже находящихся в основе клубов Много играющих, можно отнести к ближайшему резерву сборной Магомеда Шапи Сулейманова, Ивана Игнатьева из Краснодара Может быть, еще Федора Чалова, Ивана Обликова и Эльзата Ахметова из ЦСКА Вот, по сути, и все При этом выбор таких игроков на ключевые позиции Центрального нападающего, опорного полузащитника, центрального защитника Вообще сужен до предела Еще раз, сломать тенденцию сокращения количества качественных российских игроков мы не можем И не можем конкурировать с зарубежными клубами в борьбе за качественных легионеров Появление в ЦСКА Николы Влашича Одно из немногих исключений в этом смысле Но у «Зенита» же все более или менее в порядке с глубиной заявки Для сегодняшней РПЛ, наверное, да Но не для Лиги Чемпионов Мы увидели, как отрицательно сказалось на результате потери в Центре обороны Ярослава Ракицкого В середине поля сложно заменить Вильмара Бариосе А отсутствие Артема Дзубы или Сердара Азмуна сразу сказывается на качестве атакующих действий Вариантов у тренера Сергея Симака не так много А в 2015 году за «Зенит» играли Данни, Халк, Аксель Вицель, Николас Ломбертс, Эсик и Ельгарай Топовые игроки А Юрий Жирков был моложе Плюс – Дзуба и Александр Кокорин При этом не создается ощущение, будто бы российский чемпионат катастрофически теряет уровень Есть борьба, интрига Разве не так? А он его теряет Вспомните, раньше было принято говорить о разделении высшего дивизиона на две восьмерки, верхнюю и нижнюю В текущем чемпионате только пять команд сражаются за Еврокубки «Зенит» лидирует с громадным отрывом Что это, если не снижение конкуренции, не расслоение? А снижение конкуренции, в свою очередь, негативно отражается на готовности наших клубов к тому уровню сопротивления, который они встречают в Еврокубках Во внутреннем первенстве у наших грандов все сокращается и сокращается число матчей с таким уровнем Как негативно отражается на этой готовности тот факт, что наши футболисты проводят меньше игр в сезоне, чем соперники из элитных первенств Из-за этого они не готовы играть в режиме Лиги чемпионов Обратите внимание, как просел локомотив в чемпионате России в ноябре-декабре после матчей с Ювентусом, Атлетико, Байером Уверяю, если бы Арсенал пробился в групповой этап Лиги Европы, он бы не держался так уверенно в чемпионате России Я уже не говорю, про финансовый аспект У нас в прошлом сезоне в элитном дивизионе играл клуб Анжи, который вообще не платил футболистам зарплату Финансовая стабильность большинства наших клубов не повышается Как не повышаются коммерческие доходы двух основных дивизионов, РПЛ и ФНЛ, а в ПФЛ они вообще отсутствуют? Основный аргумент против вашей точки зрения под рукой, а как же сборная? Сначала, четвертьфинал чемпионата мира, в этом году, ровный, без срывов отборочный турнир к чемпионату Европы с досрочно завоеванной путевкой За сборную ведь играют как раз отечественные футболисты Надо трезво смотреть на реальность Мы оцениваем клубы по Лиге чемпионов, матчем с лучшими Если также оценивать сборную, то в расчет нужно брать исключительно матчи с элитными противниками А элитный противник в группе был один, бельгийцы И матчи против них говорят о том, что у сборной России есть проблемы, которые быстро не решить Что смена поколения гладко не проходит Что дефицит классных исполнителей на всех важнейших позициях В центре обороны, опорной зоне полузащиты, в нападении, слишком явный Можно ли, допустим, представить ее без Артема Дзубы? Да, убрав его, всю систему игры придется перестраивать Так что нужно сделать, чтобы хотя бы купировать негатив Избежать продолжения падения Прежде всего футбольные руководители должны честно признать, что истинное положение дел далеко не идеальное Перестать маскировать проблемы А эти проблемы накапливались годами Каждый предыдущий президент Российского футбольного союза оставлял новому ряд нерешенных проблем Таких как устройство профессиональных лиг Зависимость профессиональных клубов от госфинансирования Качество подготовки игроков и тренерских кадров Судейство и важнейшая проблема перехода от детско-юношеского футбола к взрослому В чем она выражается? В том, что в зарубежных чемпионатах молодые футболисты Намного раньше начинают получать игровую практику на взрослом профессиональном уровне В том числе и в Лиге чемпионов смелее доверяют место в составах У Бенфики, например, в Лиге чемпионов пять полных матчей в групповом турнире провел 18-летний защитник Томаш Товареш А в Атлетика 20-летний нападающий Жоан Феликс забил два мяча в четырех играх А у нас почему-то молодыми считаются 23-24 летние футболисты В то время, когда в мировом футболе это 17-20 лет Очень хорошо, что в ЦСКА получила практику в Лиге Европы пары молодых центральных защитников А в Краснодаре талантливые воспитанники 1999 года рождения Однако для создания полноценной конкуренции этого недостаточно РФС создал молодежную, для футболистов до 19 лет, лигу Но там они варятся в собственном соку, фактически продолжая играть на детско-юношеском уровне А прогрессировать молодежь может, только оказавшись на взрослом уровне В ФНЛ ввели правила молодого игрока на поле Но из-за обилия переездов, перелетов и плотного календаря соревнованию клубов Практически не остается времени на учебно-тренировочный процесс Все время уходит на восстановление игроков В таких условиях сложно прогрессировать И эти моменты очень обидны Полтора года назад я уже говорил о том, какая шикарная инфраструктурная база досталась российскому футболу Благодаря чемпионату мира, поле, тренировочные центры Но использовать ее в полной мере пока не удастся Вы не преувеличиваете масштаб беды По итогам прошлого сезона мы учредили премию имени Анатолия Бышевца для лучшего футболиста в возрасте до 21 года Критерий был такой У кандидата в чемпионате должно быть как минимум 5 матчей В которых он провел на поле по крайней мере 45 минут Вроде бы мягкий критерий Но в половине клубов РПЛ вообще не нашлось таких игроков У большинства клубов на протяжении длительного периода времени нет мотивации работать на перспективу Заниматься подготовкой резерва Так как они решают свои локальные задачи Борьба за выживание в РПЛ и ФНЛ Завоевание места в десятке Выход из ФНЛ в РПЛ Какие клубы имеют хорошие академии? Это московские клубы Зенит, Краснодар и Рубин Вот список и исчерпан Со следующего сезона в РПЛ вводится новый формат лимита на легионеров Ограничивающий количество иностранцев в заявке А не на поле Он более жесткий, чем пока еще действующий вариант Он поможет Он создаст еще большую конкуренцию между ведущими клубами за российских игроков И приведет к очередному росту цен на них У нас сегодня игроков для ФНЛ не хватает Что же говорить об РПЛ? В последние дни С подачи, кажется, Андрея Аршавина Модно было обсуждать состоявшийся 6 лет назад переход на систему проведения чемпионата осень-весна Он действительно оказался скорее ошибкой Нужно возвращаться назад? Я сам в свое время входил в состав рабочей группы РФС Которая давала оценку реформе Что могу сказать? Переход, безусловно, породил ряд проблем Прежде всего для низших дивизионов Но не в этом дело Возврат к прежней системе никаких результатов с точки зрения развития нашего клубного футбола Наших игроков не даст Их даст лишь создание конкурентного чемпионата Основанного на иных принципах определения состава участников Тут надо учитывать финансовые и инфраструктурные критерии И управление С постепенным снижением доли государственных денег Которых после перехода ЦСКА под контроль веб.рф Стало в российском футболе еще больше Это могла бы быть закрытая лига с четкими, стабильными правилами игры Такой проект наверняка привлек бы зарубежных частных инвесторов Например, для них можно было бы отменить лимит на легионеров Снизил долю и влияние государственных средств Которые должны идти не на профессиональные клубы А на детский и юношеский футбол На развитие академии и футбольной инфраструктуры Также необходимо создание лиги смешанного типа с квотами для молодых и опытных игроков С целью подготовки резерва Во всех соревнованиях должна быть максимально задействована вся современная инфраструктура Однако пока из изменений на следующий сезон Только закрытие зоны Восток в ПФЛ и перевод шести клубов из нее в зону Запад Центр и Урал при Волжье Очень странное решение Вы убеждены, что нужны именно такие кардинальные реформы Все же РПЛ регулярно отчитывается о позитивных изменениях Вы же видели последнее исследование ее экономики от ПВ Да, скачок посещаемости Но при этом доходы Матч Дэй Почти не выросли, а телерейтинги уменьшились Какая тут может быть коммерческая успешность лиги? О рейтинге Это к вопросу о закономерности и ожидаемости еврокубкового провала Наши болельщики, кажется, предпочитают смотреть зарубежные чемпионаты Понимая разницу в качестве футбола Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!